Конькобежка ТВ Это всего лишь страница из моей жизни в спорте. Путь на Олимпийские игры в Корею 2018, если хотите. В принципе, это все, что я хотел сказать. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Все, пока. Начну с того, что дома я провел две недели, что большая редкость. Обычно это не больше недели. Итак, какие задачи передо мной стояли? Прежде всего восстановиться. Подзалечить ахилл, который воспалился. Ну и поддерживать себя в форме. Для того, чтобы приехать на сбор в рабочем состоянии. И для того, чтобы я мог выполнить запланированную нагрузку. Поэтому объем тренировок, как аэробных, так и интенсивных лактатных, был снижен. Также за два дня до выезда на сбор вся команда прошла тестирование на велосипеде. Что из себя представляет это тестирование? И для чего оно необходимо? Но смотрите, чтобы развивать определенные качества, нужно выполнять определенные тренировки. Чтобы правильно распланировать тренировку, мне нужно знать, какие отрезки и с какой мощности я должен выполнить. Учитывая тот факт, что все спортсмены имеют разный вес и разные способности, то и условия выполнения этой работы тоже должны быть индивидуальными. Не брать же их с потолка. Поэтому мы проводим эти тесты, которые включают в себя тест на МПК. Максимальное потребление кислорода, который выявляет аэробную емкость. То есть на какой мощности наш организм уже не может обеспечивать мышцы кислородом, и мы закисляемся. Выявляя тем самым порог аэробного обмена. Следующий номер в этом представлении называется МАМ. Максимальная аэробная мощность. Что он из себя представляет? Это два отрезка по 10 секунд, и мы пытаемся выдать максимальную мощность. И отсюда же вытекает третий тест. То есть вот эту максимальную мощность мы делим пополам и крутим ее столько времени, насколько хватит наших сил. Помимо того, что с помощью добытых данных можно грамотно и четко распланировать работу, с помощью тестов также можно отслеживать и динамику роста или спада показателей, что в свою очередь будет свидетельством того, правильно или неправильно была построена работа. Вот мы и прибыли на второй сбор в Польшу. Уже традиционно для этого времени. Чем этот сбор будет отличаться от предыдущего? Ну, прежде всего тем, что помимо тех тренировок, которые мы выполняли в Испании, а именно велосипед, силовый и легкую атлетику, здесь добавляются специальные тренировки, а именно специальные прыжковые и ролики. Первый цикл позади, и у вас есть возможность увидеть, как это было. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...